Юноши и девушки из Уссурийска, Харольского района, посёлков Пограничный и Тавричанка встретились в зале, который знаком большинству из них. Здесь более 150 участников. Опытные спортсмены хотят побить собственные рекорды. А для новичков это возможность проверить свои силы. Судя по горячим глазам, я думаю, что каждый из вас сегодня поставит перед собой определённые цели и задачи. Я уверена, что цели будут достигнуты и задачи, поставленные вами, успешно решены. В самой старшей группе дистанцию проходят девушки и юноши 16-18 лет. Среди этих спортсменов есть обладатели первого разряда и кандидаты в мастера спорта. Лучшим из юношей стал Егор Дочкин, участник команды ЦРТДЮ Силаново-Никольск. Первая среди девушек – Дарья Варванцева, представитель той же команды. Свой рекорд минута пять секунд Дарья побить не смогла, но результат минута десять оказался лучшим в её группе. Девушка уверена – в личном зачёте бежать легче, чем в связке. Когда ты один, ты настраиваешься и идёшь как можешь. А в связке там партнёр тебе как-то поддерживает, помогает. Мне кажется, лично лучше. Михаил Плотников спортивным туризмом занимается только полтора месяца. Это его первые соревнования. Парню такие навыки пригодятся и для будущей профессии. Мне нравится этот спорт, потому что я ещё хочу пойти на МЧС в дальнейшем. Ну, там вот это нужно всё. Победителями в группе 14-15 лет стали Роман Исаченко и Наталья Гендулина – оба представителя Новоникольского ЦРТДЮ. В возрастной группе 11-13 лет на первом месте спортсмены школы «Села Воздвиженка» – Даниил Самошин и Лилия Бегун. В группе «С» участвовали начинающие спортсмены без экипировки. В первой подгруппе победу среди юношей одержал Сергей Черноусов, среди девушек – Дарья Качалова. Оба из школы номер 16. Во второй подгруппе на первом месте Илья Алыпов – школа номер 25 и Влада Митюкова из 133-й гимназии. В общекомандном зачёте отличились ЦРТДЮ «Села Новоникольск», школа «Села Воздвиженка», 16-я и 11-я школы «Уссурийска». Екатерина Рехтина, Матвей Могер, Телемикс.